Девида Туа Девида Туа Девида Туа вот типичная манера дэвида туа перекрыться подсесть и подбираться коротким таким очень неприятным шагом здорово умеет отрезать противника от свободного пространства но вот тут он столкнулся с первой неожиданностью противник-то в необычной стойке стоит но вы неоднократно говорили в трансляциях особенно когда мы наблюдали как в этом случае бой боксера левши что надо начинать для соперника левши нужно начинать атаку правой рукой и правой рукой атаку заканчивать совершенно верно это можно сказать такой ну стандарт что ли все так пользуются этим а вот самое забавное что дэвид то это справа не очень здорово действует мы знаем что у него очень опасный удар слева страшный левый крюк который в общем отправил на пол огромное количество бойцов 33 человека так не устояли ногах после боя 100 вернее в течение боя 100 а тут сразу видно что крис борт лишил этого преимущества он стоит такой стойки когда ту неудобно бить слева то есть он получается должен ударить или через руку или под рукой да конечно левша каждый левша к этому готов потому что все кто боксирует с левшой должен бить через руку они очень хорошо чувствуют это причем вы заметьте что вообще левша такая странная категория спортивная в боксе а надо сказать что правая рука левши гораздо сильнее чем левая рука у правши это первое второе левша стоит очень опасно противно стоит как раз печенью стоит только вытянуть правую руку и можно под руку ударить в самое уязвимое место на туловище поэтому левша очень чувствительный он чувствует дистанцию гораздо лучше про мои дорогие друзья просто не могу удержаться и поблагодарить нашего генерального спонсора трансляции боксерских поединков компанию немиров которая вот и подарила нам этот бой бой который мы сейчас видим владимир и у меня еще такой вот к вам вопрос как мне кажется вот дэвид туа немного теряется когда соперник постоянно двигается вот последний поединок дэвида то против данного николсона николсон успешно двигался 6 раундов но когда в шестом раунде он остановился тот тут же мгновенно использовал свой шанс а не будет лед крис берт мы как видели его поединка он постоянно двигается не будет ли и это тоже препятствием готова дело в том что то привык что противник двигается потому что то это вот такое как пушечное ядро который на вас катится в течение всего боя то всегда прессингует дело в том что во первых это его психология его манера он агрессор по натуре во вторых он такого невысокого роста что ему ничего не остается как сближаться постоянно поэтому он привык что от него пятится от него уходят его пытаются так сказать обмануть на ногах то есть разрывая дистанцию смещаясь влево вправо он к этому привык чему он не привык к необычному вот то что сейчас берт проявил способов выхода вот такой он подбирается подбирается он он всегда может загнать противника в такое положение когда ему удобно его ударить как правило за редким редким исключением айк и биобучи не не дал себя ударить и ленокс люис не дал себя ударить остальные рано или поздно он их доставал но здесь перед ним левша и он смещается как раз в ту сторону куда то неудобно он привык отсекать так сказать от свободного пространства больших высоких боксеров которые выше его а тут две такие неприятные неожиданности во-первых его противник такой же как он во вторых вот сказать чтобы бертво увидели уже второй раунд идет чтобы он метался по рингу бегал от него ничего подобного он держит ту дистанцию которой ему удобно то привык что от него все время пятится потому что ну действительно никому неприятно получать эту страшную плюху слева и все стараются оттянуться сместиться куда-то но дело в том что они то смещаются все правши в предсказуемое направление для дэвида то а берт делает совершенно все наоборот то есть вот что такое левша если вы станете боксерскую стойку перед зеркалом подал зеркальное отражение получается важно самого поэтому берт прекрасно чувствует вот то самое движение туа допустим которая в общем он бы сам сделал если бы ему нужно быть видите куда он уходит он уходит за плечо сильные руки вот это был пушечного таскать удары этого левого стоит только сместиться куда-то как раз под левую руку и все туа достанет а герд смещается за ту самую страшную левую руку он заходит вправо видите вот сейчас сместился туда и лишает главного оружия главного козыря дэвида тула умница прямо скажу я хочу еще раз подякувать нашему генеральному техничному партнеру трансляции и открытому акционерному товариству укртелеком тренер гузин сразу понял опасность который представляет берт он ускользает не туда говорит он не позволяем заходить ну позволяем ему смещаться влево от тебя да в общем видите что дело страшно но точный видит прекрасно вот это в нем восхищает знаете я должен сказать что в общем крис берт который потерпел ну страшное поражение от айка и биабучи я помню обычай выиграл у обоих нынешних участников боя но там было конечно просто полный разгром потому что то что сделал володя кличко с гердом никакой сравнение идет то что с ним сделал айка биабучи дабучи это вообще жуткая машина но ко всему прочему несмотря на то что он тоже панчер тоже мощный атлет что он очень умный от боксера боксер как раз то что ларри холмс говорил левая рука вот я думаю что ту самую рекомендацию которую холмс дал всем бойцам боксирующим против дэвида тула я думаю это очень хорошо усвоил и берт дэвида тула сейчас вообще положение не из легких я помню потрясающие заголовки в журнале скажем ринг или нокаут или в других акционах в общем журнале ринг так просто звучало к дьяволу тайсона дэвид тула вот человек который может побить ленокс и льюис и все так и ждать в том что то мы же видели этот бой он не боялся ленокс и льюис как много человек вышел просто терзать этого ленокс его обыграл за счет превосходства в росте за счет умной тактики и за счет потрясающей осторожности ни разу ни одного в ни в одном эпизоде не рискнул ваша знал чем это пахнет если зарубиться с дэвидом то это ничего не мог сделать и в общем американцы довольно ветреная публика не вас сегодня обожают а завтра в общем списывается счету что-то джейн нэдди раздраженно сейчас в общем читает мораль криса берду за удар по почкам там был такой эпизод небольшой но так это просто каждую секунду происходит на ринге ну вот так вот то сейчас находится в таком положении когда публика в нем как бы начинает разочаровываться то это был герой который давал публике то за что она платит свои кровные денежки он был нокаутер и его противников вытаскивали за ноги с ринга после его побед стоило ему проиграть леноксу льюису что-то никто не возмущался по поводу пассивности леноксу льюиса в этом бою а то вот пожалуйте вам сейчас вот таком шатком положении его репутация находится вот мы с вами отметили что бой против левши это в основном работа правой рукой а у туа в общем не очень здорово всегда шло справа я не помню ни разу чтобы только вот отправил на пол правой рукой это боксер выраженным образом однорукий вот это его манера давить прессинговать идти на удар и уклоняться последнюю долю секунды и не сокращая дистанцию как маятник перед противником лево вправо вниз под сет и обязательно выход на загружая леву своим весом оттуда делает мощный резкий рывок всем туловищем и вкладывается в этот страшный левый крюк но перед ним левша и тут никак левый круг не проходит кроме того еще кто постоянно справа пропускают удары в общем не очень пропускает дело в том что самое неприятное для него он же прекрасно понимаешь что бертон и не на каутер ничего страшного там нету его ударов несмотря на то что это в общем ну не маленькие ребята по сравнению с нами допустим но в тяжелом весе это в общем малыши но если ту это сгусток мощи энергии ударный то бертон просто нормальный казалось бы парень не такой уж страшный атлет я уже говорил что он мягкий боксер но очень чувствительный очень умелый расчетливый и тоже с прекрасными нервами он свои возможности знает и в общем и старается выйти куда уходит бертон и насколько для него это безопасно стоит ему сделать шаг вправо допустим относительно противника и завернуться еще и все это в общем во первых он в полном его распоряжении оттуда можно бить а во вторых угроза немедленно минует города вот умница видите он прекрасно понимает берт что не свалить ему дэвида ту и не вкладывается в удар но главное достать точно эксклюзивный партнер трансляции лидер операторе международного взвеску украине компания utel тренер гузин брат знаменитого промоутера который возглавляет эту возглавлял вернее знаменитую контору промоутерской америка президент дэна гузина тренер гузин хороший тренер умный он не дает никаких тактических установок он говорит дэвида туа ты должен просто работать больше чем ты делал в предыдущих раунд если хочешь выйти а вообще должен вам сказать что очевидно все-таки несмотря на полную невозмутимости психологическую неуязвимость дэвида туа видно что то все-таки с ним произошло в психологическом плане потому что мы все помним как появился дэвид твой и у кого он появился это был патриарх американского и вообще мирового бокса лу дува а сейчас у него другой тренер вообще вот эта компания промоутерская знаменитый в которой было просто созвездие целое вспомните фернандо варгас и дэвид туа джуда ленокс льюис анджи голова нет вот и ленокса льюиса там не было голода был да совершенно верно и вообще огромное количество блестящих совершенно боксу это была семья дува два сына дэн дува лу дува отец и вот вы знаете произошла такая дикая совершенно юридическом плане история мотор все это команды сама дэнни дува умер и жена его вдова просто разорила эту компанию отсудила все права на эту компанию main event и сейчас лу дува который возглавлял как бы был моральным авторитетом и двигателем вообще вот этой команды блестящих боксеров потерял на них все права в результате очень многие ребята я не знаю что то с ними произошло мы же помним варгаса да который проиграл тринидаду именно тогда когда вот вся эта история уже после буквально по горячим следам происходил и то же самое стол произошло нет человека который их вырасти вряд ли это кстати вам сказать что в профессиональном боксе нет такой как бы моральной зависимости от тренера так сказать гуру наставника отца родного как это в любительском боксе но видно лу дува был не просто зрение для всех этих ребят он был чем-то большим и они как-то потерялись после того как вот он исчез из их угла а то нет нет и в общем прижмет противника в углу но все безрезультатно пока мне кажется владимир что берд все таки удивительный боксер и мне кажется что то он поставил себе цель и добивается ее поступательно шаг за шагом добивается ее впрочем как и наш генеральный спонсор компания не миров поставила себе цель пробиться на западный рынок и добилась став крупнейшим украинским экспортером сейчас свою продукцию знают более чем 30 странах мира а я помню когда пресс-аташе крис бёрда рейли если мне не изменяет память писал письма на файт ньюси это популярный боксерский сайт где обращался и к ленуису и дэвиду туа и к виталию владимир пищко что дайте крису берду шанс и он его на сто процентов использует тогда к этому относились довольно таки иронически но свой шанс как мне кажется крис бёрд использует на все сто десять процентов да ну дело в том что вы же прекрасно понимаете что что такое шанс шанс для зрителей шанс увидеть так сказать интересный для криса берда прежде всего это большие деньги поэтому все разговоры о том что дайте моему боксеру шанс в переводе на нормальный человеческий язык дайте ему денег дайте заработать да дайте заработать совершенно верно все добиваются так сказать вот когда говорят шанс многие даже как бы сказать как бы не забавно это звучало даже не думает выиграть все хотят драться стать потому что тайсон это денежная машина когда человек подошел к игральному автомату дернул за ручку на него обрушился дождь золотых монет вот это бой с тайсоном для любого боксера все прекрасно знают что с тайсоном помимо дождя можно получить по голове так что потом может быть всего этого дождя не хватит чтобы вылечиться заплатить докторам но все хотят этого боя все понимают что допустим вот особенно молодые годы против тайсона выставить было невозможно никому и тем не менее все рвутся в этот год сейчас тайсон уже никакой не чемпион скандальная фигура можно сказать имя одиозная и тем не менее все прекрасно понимаю все бегут смотреть тайсона им неважно уже с кем боксирует тайсона вот умница берд что творит вы посмотрите что делает самое главное как он это делает берд прекрасно понимает он должен быть легок на ногах он должен быть готов сместиться в любую секунду уйти не подставится под один единственный удар хоть это действительно облегчает очень многим своим соперникам задачу все боятся этого левого круга не ощутиться то в общем можно чувствовать себя относительно спокойно и вот берд как раз эту задачу уже решил для себя вы заметили вот сколько раундов прошло кончается шестой обои то чисто нет ни возни не захватов не грязи к нему какой-то приемов трюков ничего не чистый хороший качественный бой гузен я не знаю зачем он это говорит дэвиду ту вот лудова никогда бы этого не сделал он говорит я знаю что вот эти раунды предыдущий выиграл а вот я не так уверен между прочим что он их выиграл так вот что делает берд он прекрасно понимает зарубиться как боксеры говорят на своем жаргоне стула это значит на мгновение остановиться упереться ногами в пол подсесть жестко действовать это всегда замедление и это очень опасно поэтому горд который и так то вообще никогда не отличался мощными ударами сейчас действует просто вот понимаю что лучше быстрее ну или и легче чем медленнее и жестче все равно перебить то он не сможет а риск уж очень велик и что делает он пристроился он почувствовал эту дистанцию он прекрасно понимает и предчувствует реакцию то что он будет делать эти раздражающие удары правой передней рукой и постоянное смещение за левую руку туа в общем вот ключ к победе должен вам сказать я все-таки думаю что и бёрд конечно молодцом выглядит в этом бою это как раз тот момент когда подтверждается от наш постоянная мысль о боксах все-таки искусство не просто драка ограниченные правила это умение действовать в опасной ситуации хладнокровно расчетливо а звезда действует иногда и остроум но я думаю что в этом бою и бёрд хорош и туа плох плох прежде всего в тактическом плане он понимает что происходит уже все таки тоже очень неглупый боец но ничего не делает чтобы этому препятствую он действует по накатанному шаблону по рельсам подойти уклониться подсесть на левую ногу и грохнуть слева хлестко ударить своим левым крюком герда конечно вот сейчас очень невыгодно стула здесь останавливаться вот это его дистанция откуда он в общем просто уже раздражает дразнит издевается на то этими мягкими но назойливыми как назойливая муха ударами справа постоянно его достаю а вблизи ему там делать ничего и очень опасно левша вблизи теряет свое преимущество хочу подякувать эксклюзивному партнеру трансляции лидеру операторов международного связка в украине компанией утел за допомогу в организации само те и та и инших трансляций вы знаете я всегда старался избегать чисто таких технических слишком скрупулезно разбираться в технике потому что я думаю широкой публике это не очень интересно но мне кажется что им будет интересно понять тем кто те кто любит бокс и понимает они смотрят давно они изменяют и знают прекрасно почему левша теряет свое преимущество в ближнем бою на короткой дистанции каждый боксер там становится фронтальным что левша что правша то есть вот та необычная стойка левши там не играет поэтому преимущество да и в принципе они становятся равны каждый из боксеров становится абсолютно равен друг другу что левша что правша поэтому бёрд это прекрасно понимает и стоять вблизи против туа ему никак не выгодно вот посмотрите что здесь вот пожалуйста вот туа в своей стихии есть возможность опереться да стоит только оттянуться ну буквально на 10 сантиметров и сразу проявляется преимущество бёрда как левши я вот честно говоря не помню встречался ли Дэвид Тула с левшами до этого ну вообще такой неприятный сюрприз для него левша да ещё и искусный левша вот вам и 7 к 1 восьмой раунд идёт и бёрд хозяйничает буквально я ещё никогда не видел Дэвида Тула в таком положении чтоб над ним издевались вот так вот как тут не восхититься и духом бёрда и его замечательным мозгом расчётом умением так сказать выдавить из простейшей ситуации максимум свою пользу и при этом в общем он ведь на грани риска действует всегда интересно видеть умного боксера и бёрд в общем должен вам сказать что если бы он был вот таким вот размером с Ленокса Льюиса или с Владимиром Кличко я вас уверяю что доставил бы массу неприятностей очень многим потому что вот Мухаммед Али был такой правда я имею в виду не то что он был похож на Бёрда нет но он исповедовал тот же стиль он был режиссёром спектакля который он сам устраивал и вот Горда доставляет удовольствие ведь он же как Тореадор с быком действует сейчас в этом бою все прекрасно понимают что с быком шутки плохи и то что когда-то ещё Хемингуэй писал кластер Реадора проявляется в том насколько он близко к быку стоит когда острый рог проходит в миллиметре от вашего живота почему вот так и бёрд сейчас с Туа Генеральный техничный партнер трансляции в открытое акционерное товариство Укртелеком вы знаете вот если Гуссен говорил после шестого раунда Туа что в предыдущий раунд это выиграл вот восьмой раунд Туа проиграл просто в чистую я думаю что он и предыдущий раунд не очень выиграл прямо скажем что делает Бёрд а? просто удивительно я ещё не видел Дэвид этого ни в одном бою чтобы он так вот потерялся просто озадачен он не знает как подобраться а Бёрд а Бёрд ведь он же не просто ускользает от Туа он же ведёт бой и ведёт бой с преимуществом да, так сказать, примитивные любители нокаутов могут быть разочарованы но все прекрасно понимали что Бёрд не нокаутёр и ждать что-то такого вот сокрушительного на ринге сегодня не придётся а речь идёт о том что попадёт Туа или нет вот все этого ждут ведь Олег Маскаев я уже говорил выиграл у Туа в одиннадцать раундов да один раз попал Туа и все ждут этого одного раза все привыкли что Туа всегда своего добивается ну впрочем ему это удавалось когда раньше, когда позже но всё-таки результат был он мог ударить и в конце последнего раунда видите, популярные среди американских журналистов выражение своего мнения и в предыдущих раундах отдали преимущество Туа ну и вот последних с пятого по восьмой раунд тоже отдали преимущество Туа ой прошу прощения да, вот именно что Бёрд отдали можно так сказать неофициальный подсчёт очков в рядах журналистов потому что вокруг ринга стоит огромное количество рядов где сидят журналисты но боксерские журналисты это особая такая братья это люди, которые разбираются в этом спорте не хуже любого судьи которые, многие из которых ведут свои собственные судейские записки всегда очень интересно сравнивать а зачастую журналисты бывают точнее даже чем некоторые судьи прошу прощения, я может быть погорячился когда сказал, что зачастую я не хочу умалять достоинства судей они действительно в профессиональном боксе профессионалы своего дела но очень редко расходятся если честное судейство очень редко расходятся вердикты журналистов и судей а вот должен вам сказать, что я что-то ничего не понимаю, что происходит с Дэвидом Туо сейчас очень выгодная позиция для него была и вместо того, чтобы так всерьез здесь приняться за противника он дал ему возможность выкрутиться в этом положении и в общем идет в таком как бы среднем темпе тут кстати, опять-таки, очень выгодно Крису Берду этот темп потому что Туо непонятно почему не взвинчивает его а чтобы Туо когда-нибудь устал в бою я никогда не видел так что непонятно зачем он экономит силы или вообще что они там думают в углу в штабе Дэвида Туо Берд не выдержит рубки с Туо все это прекрасно понимают для того, чтобы навязать Берду рубку Туо обязан взвинтить темп действовать намного плотнее а он дает шансы как раз своему противнику он принимает тот темп, который Берд ему навязывает мы просто видим демонстрацию ошибок Туо вот тут, вблизи все прекрасно понимают, что Туо если бы сейчас зарядился на мощную работу но удары по Туо еще в полную силу как он умеет то Берд бы не выдержал этого должен согласиться с вами Владимир потому что я сейчас так немножко вспомнил как Туо нокаутировал своих оппонентов и действительно стоило только вот так вот ему упереться немедленно следовал удар слева или удар справа а потом уже удар слева который был жирной точкой в поединке но здесь абсолютно с вами согласен Туо не похож сам на себя да, причем мы заметили что он уже второй бой на себя не похож вот после Ленекса Льюиса так легко, как бы небрежно действует Туо я думаю, что он просто свой потенциал не тратит потому что постоянно у него в голове только одна мысль вот дырка в обороне как только увидит, так ударит чего уж тут стараться это самоуверенность Панчера которая в общем сейчас работает против него вот те удары, которые наносит Бёрд они не столько по голове Дэвида Туо, сколько по его карману за этот бой Дэви Туо получит 650 тысяч долларов но в последующем бою он этих денег уже не получит потому что то что вот происходит сейчас на ринге в общем ну как бы ну как бы это сказать в общем понижает класс Дэвида Туо, попросту говоря ну и абсолютно непонятное действие Дэвида Туо то есть он слышал гонг и все равно пытался нанести удар ну что ж тут непонятного я далек от того, чтобы обвинять его в том, что он сознательно это делает но в общем-то для опытного бойца это конечно негоже так себя вести и опять уход, видите, заплетел что да да 11 раунд вообще такая вот неожиданность для многих такой поворот событий был ну полной неожиданностью даже для многих специалистов но не может неожиданность хороший боксер и страшный нокаутер Дэвида Туо проиграть Крису Берду как это можно вообще трудно себе представить да и я честно говоря тоже думал что Берду придется не сладко в этом бою но он здесь просто полный хозяин в ринге сейчас вот смотрю и своим глазам не верю он сейчас уже начинает рисковать ему нравится это он вычислил своего противника а поскольку как я уже говорил он очень умный боксер то в общем он четко выбрал линию поведения следует ей и видит что все это приносит успех поэтому можно что-то отвлечься от строгого плана боя и повалять дурака иногда на грани риска АТО тоже очень экономно тратит свой порох и вот это его главная шаг обладая подавляющей ударной мощью превосходством в этом компоненте боя он его не использует он хочет играть в игру которую ему Бертон навязал и зря потому что он проигрывает все эти раунды здесь нужно наконец-то не пожалеть силенок вот тут вот вблизи видите как он наносит удары легко а здесь нужен мощный взрыв такой может попытаться пробить защиту он всегда же мог кто мог ударить по блоку и свалить противника поэтому непонятно что он сейчас делает ну не знаю возможно я ошибаюсь но мне кажется что то еще и не использует ударов корпус то есть он просто не работает в корпус ну нет он как раз сейчас работает но ему бы немножко раньше я вот согласен этим заняться так раунде хотя бы в пятом думаю что все зрители которые находятся в зале понимают что каждый цент каждый доллар заплаченный за билет уже себя окупил да в общем есть такое американское словечко upset ну типа расстройство вот не от какой-то неожиданности вот этот бой уже назвали граница что upset так как вот тайсон когда-то проиграл бастеру дугласу это был upset но дело в том что для кого-то это может и upset расстройство но только не для криса бёрда потому что до чего же он умно воспользовался вот с течением обстоятельств финальный раунд воспользовался он этим течением обстоятельств с одной стороны решив переиграть в тактическом плане давида туго это ему удалось во вторых навязать ему тот темп который ему важен и это ему тоже удалось кто вообще сам-то не любитель таких прессингов сумасшедших и он слишком верит в свой удар и наконец он прекрасно понял что техничный боксер может выиграть у такого монстра как давид туго а как только он в это поверил а он же техничный боксер у него прекрасная техника мы же видели уже а видите что вытворяет нет все таки умный боксер это нечто на ринге вот на что надеялся туго и пронадеялся совершенно зря в углу возле ринга сэдрик кушнер просто воспарил над креслом да учитывая что он весит больше чем дэви ту это 100 процентов вот интересное зрелище парящий над креслом сэдрик кушнер а мы с вами как-то говорили что сэдрик который я знаю хорошо один из самых порядочных промоутеров вообще грязный бизнес промоутерское дело но сэдрик в общем очень многое работающий промоутер порядочный и ко всему прочему это единственный промоутер который дает шанс каждому кто хочет если кингу и бобу арома нужны только звезды то сэдрик их отбирает и собственно так и хасим рахман появился у нее знаменитые соревнования тандербокс не ну тандербокс это уже так сказать просто средство зарабатывать денег но тем не менее все таки там появляется ребята которые вышли на ринг впервые или там провели пару боев всего и это очень здорово надо признать в тяжелом весе я не видел а тут все вот так вот оно идет секунды убегают а то все пытается переиграть он прекрасно понимает что в общем время уходит и при всем при этом не пытается в общем часто уже поздно что-либо пытаться либо сделать вот вам пожалуйста финал который должен был состояться в пятом раунде я так думаю ну берд ну молодец ну умница просто не скрываю свое восхищение он вывел страшного опасного грозного Дэвида Туа совершенно безобидным и неумелым боксером в сегодняшнем баре вот для меня вот был вопрос вы однажды заметили тоже что женщине делать в ринге или возле ринга но иногда интересно посмотреть как жены переживают за своих мужей да я должен отдать должное вообще дамам которые хватает нервов смотреть на своих мужей в бою ведь что только не случается в ринге ну вообще вот в этом плане я думаю что семья бёрдов если так можно сказать просто какое-то ну исключение из всех правил мама секундант папа тренер два брата и две сестры занимаются боксом ну то есть просто семейный бизнес да и нервы прекрасные у бёрдов просто замечательное хладнокровие уверенность на грани риска все ведь прекрасно понимали кто такой Дэвид Туа ну выяснилось что ничего такого страшного особенного в нем нет сейчас все об этом пишут мне честно говоря зачастую бывает неприятно даже от уважаемых мной специалистов журналистов слышать мнение о бойцах которых они вчера превозносили такая же история была с Майклом Грантом перед боем с Леноксом Льюисом и после боя так этот парень же ничего не умеет он пустое место ребята вы сами его тянули наверх вы возносили его вы говорили что это надежда Америки и так далее как можно говорить после этого поражения мне кажется что к этому поединку Туа подошел несколько самоуверенно то есть он настолько был уверен в своей победе своей непогрешимости что вы думаете что недостаточно хорошо подготовились я думаю что да думаю нужно согласиться и такие вещи не единичны такая же история была с Костей Дзю против я помню когда он проиграл этот бой Винсу Филлипсу вся пресса говорила бедный Винс Филлипс перед боем чем дело кончено это действует на боксера что будем сказать здесь единогласным решением судей победу одержал Крис Бёрд странная вещь он улыбался до боя а сейчас почему то нет ну видно вот это напряжение то есть нервное сказалось все таки сказалось причем случается с ним с завидной постоянностью нельзя над этим иронизировать но у меня так к сожалению прошу прощения получилось а что какая тут ирония по моему все правильно я абсолютно убежден что Бёрд сделал может быть самый выдающийся шаг в своей спортивной карьере ну и нам остается ждать как предварительно было объявлено что 22 апреля Крис Бёрд должен защищать свой оспаривать титул чемпиона мира по версии IBF или против Ленокса Льюиса либо против Хасима Рахмана ну а я дорогие друзья хочу поблагодарить от вашего имени торговую марку Немиров за возможность увидеть этот поединок очень интересный поединок очень необычный неожиданный результат по моему здесь все что делает бокс боксом по моему в этом поединке слилось и хочу попрощаться с вами с вами были Владимир Генвин Юрий Нестеренко до свидания всего доброго АПОТОБИЛ